Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Кандидатам приготовиться стала известна дата выборов губернатора Алтайского края. Новые дороги, дома, детские сады и школы. Губернатор Виктор Томенко посетил важные стройки Барнаула. Сезон еще не открыт, но в воду лезут. Как барнаульцы спасаются от жары и все ли методы разрешены? Почти сутки провели без электричества 45 населенных пунктов Кытмановского, Заринского и Залесовского районов. Масштабное отключение произошло из-за взрыва на подстанции Смазнево. На данный момент авария полностью устранена, электроэнергия восстановлена. Как сообщили в пресс-службе МЧС, произошла разгерметизация масляного резервуара, из-за чего и произошел серьезный пожар. Для восстановления энергии были направлены 19 резервных источников электроснабжения. В тушении задействовали 5 автоцистерн и пожарный поезд. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка по факту аварии. Это возгорание стало одним из 67, над которыми пожарные работали сегодняшним утром. Среди них 10 техногенных пожаров. К примеру, у частной дома, ленотворной постройки, легковое авто. Зарегистрировано 4 лесных пожара. В процессе тушения были задействованы 123 единицы техники. До завтра на территории края сохранится аномальная жара, плюс 35 градусов и выше. А до 13 июня в регионе действует преимущественно пятый чрезвычайный класс пожароопасности. Спасатели рекомендуют обязательно учитывать этот фактор в своей жизнедеятельности. 10 сентября. Именно в этот день пройдут выборы губернатора Алтайского края. Эту дату сегодня назначили парламентарии региона на внеочередной сессии КЗС. Это главная новость заседания. Но кроме этого депутаты подвели итоги своей работы за прошедший год. Об этом подробнее далее. Алтайские жители могут помечать в календаре 10 сентября. Именно в этот день пройдут выборы губернатора края. Традиционно в единый день голосования. Участвовать в них смогут кандидаты, поддержанные избирательными объединениями и прошедший так называемый муниципальный фильтр. Обязательный сбор подписей не менее 7% муниципальных депутатов. Процедура достаточно серьезная. При соблюдении этих условий, при сборе подписи муниципального фильтра проходит регистрация избирательной комиссии. И кандидаты уже приступают непосредственно к этапу избирательной кампании. Агитации и так далее. Также депутаты внесли изменения в кодекс Алтайского края о выборах и референдумах. Так, предвыборная агитация не должна содержать призывы к совершению действий, попадающих под признаки экстремизма, и закрепляться на запрещенных интернет-ресурсах. Из новшеств будут созданы экстратерриториальные участки для голосования за пределами региона. Сколько дней продлятся выборы, станет ясно позже. Сегодня депутаты заслушали отчет председателя счетной палаты Виктора Миненка. Так, за прошедший год палатой было выявлено много нарушений. Если в начале моя работа счетная плата выявляла миллиард 700 миллионов рублей, то на сегодняшний день это уже порядка 9 миллиардов рублей. И с точки зрения количества выявляемых нарушений, она тоже выросла более чем в два раза. Депутаты остались довольны работой председателя и продлили его полномочия. Также парламентарии направили в Госдуму законопроект, призванный ускорить процесс расселения из ветхого и аварийного жилья, упростив его перевод в муниципальную собственность. Изменение федеральных норм актуально прежде всего для Рубцовска, где есть помещения, находящиеся под арестом. Они тормозят программу расселения. Есть категория граждан, которые, соответственно, обременение имеют определенные. И когда они, собственно говоря, получают выплату непосредственно за свое жилье, компенсацию, то эта компенсация попадает на счет, счет бывает заблокирован и наложен арест судебных приставов. Они, соответственно, вроде как лишаются своего жилища единственного, если это единственное жилье аварийного. При этом они не успевают приобрести новое жилье и на них идет взыскание. Также на заседании утвердили исполнение краевого бюджета за ушедший год и обновили состав общественной палаты края, избрав 15 представителей по парламентской квоте. Мария Мацева, Владислав Ковалев. День с толком. Белоруссия будет поставлять в Алтайский край сельхозтехнику. Сейчас делегация нашего региона во главе с заместителем председателя правительства края Александром Лукьяновым работает в республике. В ходе встречи стороны подписали соглашение. Белорусская техника для Алтая не в новинку. Сейчас в полях края работает 8,5 тысяч тракторов. Каждый второй из них произведен в республике. Только в 2022 году наши аграрии закупили больше 120 зерна и кормоуборочных комбайнов и почти 150 тракторов из Беларуси. Поставлять в наш край будут и высокотехнологичное молочное оборудование. Доильные залы типа «Параллель», «Карусель», роботизированные системы доения. В 2022 году по сравнению с 2021 производство молока на Алтае увеличилось на 4%. Новые дороги, дома, детские сады и школы губернатору региона рассказали о планах развития индустриального района Барнаула. Накануне Виктор Томенко провел выездное совещание, посетив несколько важных объектов для города. К этому мероприятию присоединилась и наша съемочная группа. Улица 65 лет Победы. Еще недавно здесь шел ремонт и вот, наконец, проезд открыли. Протяженность дороги более 500 метров от улицы Энтузиастов до Семенова. Местные жители уже оценили саму дорогу, новые велодорожки, зеленые насаждения, освещение. Оценить объект решили и губернаторы региона вместе с главой города. Виктор Томенко и Вячеслав Франк обсудили, как в целом развиваются новые кварталы в индустриальном районе. К слову, за пять лет здесь ввели в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. И это далеко не предел. Это огромный градостроительный потенциал. Миллион квадратных метров при завершении строительства всех кварталов будет здесь. Значит, это 40 тысяч населения, примерно 16 тысяч семей. То есть это огромная территория, которая, безусловно, должна быть обеспечена всем необходимым с точки зрения социальной и инженерной инфраструктуры. Нужны и садики, и мы этим занимаемся, и школы, и поликлиника здесь потребуется. Поэтому продолжим внимание уделять. Мы здесь на краевом уровне, деньги краевые подтягивают, деньги федеральные. А предусмотрено на данной территории строительство четырех школ на 3775 мест, шесть детских садов на 1800 маленьких жителей района, также поликлиника, парк, магазины и многоуровневые гаражи и стоянки. В планах заняться дорогами. Власти намерены продолжить строительство улиц 65 лет Победы, Семенова. Также есть планы на улицы 280-летия Барнаулы и Погряны. При этом Виктор Томенко подчеркнул, что не стоит заострять внимание только на краевой столице. Задача наша такая, делать, конечно, и Барнаул таким современным городом, но и остальным городам края, и Бийску, и Рубцовску, и Олейску, и Заринску, всем продолжать уделять внимание, и не только городам, но и нашим селам, работаем и думаем обо всем Малтайском крае. В ходе выездного совещания губернаторы и глава города также проверили, как идет строительство моста на новом рынке. Помощь нужна какая-то? Да нет. Не отвлекайте, да? В ноябре все ждут. Я думаю, что сильно поменяется ситуация транспорта. Напомним, ремонт расширит пропускную способность путепровода. Вместо четырех полос будет шесть. Также по мосту запустят трамваи. Для города и края это уникальный проект. На строительство впервые привлекли инфраструктурный бюджетный кредит размером более двух миллиардов рублей. На сегодняшний день объект примерно на 50% уже степень готовности. Мы надеемся, что мы понимаем значимость для города, для края объекта. Сколько будет он стоять и можно будет к нему не подходить? Если старый у нас простоял больше 50 лет, то ему точно не меньше простоит. Судя по тому, какие конструкции мы видели, разбирали, какие сейчас строим. Сейчас здесь все гораздо масштабнее и прочнее. У нас здесь под сейсмонагрузку под 7,5 баллов рассчитано. Кстати, параллельно сейчас идет ремонт моста и в Наукограде. Сегодня там организовано реверсивное движение. И этот проект уже важен не только для бейчан, но и для тысяч туристов, которые ежегодно едут транзитом по Чуйскому тракту. Ремонт завершится почти одновременно с Барнаульским мостом в октябре. Ну а мост на новом рынке планируют сдать в срок в конце ноября. Основные работы и неудобства уже позади. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. 224 года назад, в этот день, 6 июня, родился самый известный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. В честь этого его барнаульские почитатели сегодня собрались у памятника великого поэта. Здесь же прошло награждение призеров и победителей конкурса «Город читает Пушкина», организованного в городской библиотеке номер 10. Из 500 человек в финальный тур вышло лишь 29 участников, а выиграл его Виктор Суханов. Победа ему принес талант «Чтеца» и стихотворение «Казак». Робко ехать согласилась, счастлив стал «Казак». В честь этого мы решили узнать у барнаульцев, и какие стихотворения Пушкина они помнят, и могут ли современные поэты встать с ним в один ряд. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, ну и так далее. У лукоморья дуб зеленый. А почему вспоминается именно это произведение? Потому что его учили в школе. Пушкин насколько серьезно повлиял на русский язык? Думаю, достаточно. А еще я думаю, что Александр Дюма, который потом появился во Франции, это на самом деле Пушкин, который не умер на дуэли, а выжил и тайно эмигрировал во Францию. Именно Александр Сергеевич показал, как можно с помощью виртуозного сочетания каких-то слов, наших, нашего языка, создать невероятные образы, невероятные характеры, темпераменты даже. Современные поэты могут заткнуть на русский язык? Нет. Больше жизненного у него было, чем вот у современных. Если раньше поэты они писали по большей степени для себя, для развития людей, для показания каких-то пороков общества, то на данный момент сейчас, то есть, ну... Я почему-то вспомнила из современных писателей Водолазкина, вот, наверное, где-то на одном уровне, потому что те образы, которые создает этот автор, они тоже впечатляют. Устроить курортный отдых теперь можно, не выезжая за пределы Барнаула, где горожане могут отдохнуть от жары и окунуться в атмосферу настоящего лета. Об этом расскажем далее. Прыгнуть в это лето с головой и получить море кайфа. Прохлада воды, свежий воздух, сосновый бор, атмосфера курорта прямо внутри Барнаула. Это лето на планете Ку. Развлекательный комплекс предлагает отдых для всей семьи. Детская зона, бассейны с подогревом и безопасной горкой, веселые аниматоры, игры и зажигательные танцы. А для взрослых комфортные лежаки и беседки, бассейны в тысячу квадратных метров, сауны, гостиницы, бары, банкетный зал, мангалы и вип-зоны. На этой планете каждый найдет свой уголок комфорта, рассказывают организаторы. Также у нас можно оставаться ночевать. У нас работает мини-отель и достаточно комфортная большая гостиница, поэтому можно оставаться на все выходные и такой уже мини-турецкий, так сказать, в кавычках, отдых получить здесь у нас на Алтае. Вода вообще просто шикарная. Тепло, уютно и прекрасно. Столько людей, столько народов. Круто. Плюс пять, даже плюс десять могу поставить. Нам очень нравится, мы часто здесь бываем и замечательно. Спасибо вам большое за такое прекрасное место. Будем часто приезжать. Комментарии вот такие вот. Да, прекрасно вообще. Погода супер. Атмосфера. Вырвались из душного города для того, чтобы плюхнуться в прохладный бассейн. Вверх ногами плюхнуться, ногами вниз. Плюхнуться на лошадь надувную. Теперь Карась делает супер нырок бассейн. Поехали. И с заходом солнца здесь еще горячее. Для самых зажигательных барнаульцев организаторы обещают пенные вечеринки, музыкальные фестивали и звездных гостей. В мае здесь уже выступала Ольга Бузова. А на следующей неделе старт большого фестиваля 90-х. Также в списке приглашенных артистов Шура, братья Гаязовы и другие. Сцена под новым звуконепроницаемым шатром вмещает больше трех тысяч гостей. А к концу июня здесь заработает другая точка. С ней общая площадь бассейнов вырастет до 8 тысяч квадратных метров. А количество шезлонгов увеличится для пяти тысяч гостей. У нас, да, будет новый бассейн с экстремальной горкой, которая просто понравится, я думаю, молодежи и вообще людям разного возраста, которые захотят острых ощущений. Там просто очень будет интересно. Планета Ку расположена на улице Байкальская, 47 и работает ежедневно с 10 до 9 вечера. На весь день вход для взрослых 800 рублей, для детей 400. Есть и вечерний тариф 17.00, 400 рублей взрослые и 300 дети. А детям до трех лет вход совершенно бесплатный. Поставь город на паузу и проведи свое лето. Лето на планете Ку. На Барновском грибном канале состоялся первый в истории чемпионат края по гребле на лодках «Дракон». Почти все его участники – абсолютные любители, рука которых до этого не держала весла. При этом даже новичкам попадание в тройку почета дает шанс участвовать в больших соревнованиях. Дмитрий Дроздов расскажет, как проходил чемпионат и кто гребет быстрее всех. Грибцы не по профессии, даже не по призванию, а желающие прокатиться с ветерком на «Драконе». Так называют вот эти устрашающие лодки 20-местный каноэ с головой дракона и хвостом. 16 команд от барнаульских компаний и вузов бросили вызов друг другу на грибном канале. Так начался первый в истории края чемпионат по гребле на лодках «Дракон». Такие эмоции испытал, когда он в первый раз вышел на воду. Да, такие, знаете, смутные, непонятные. Поехали! Где уж не растеряться. Для начала команда выбирали барабанщика, человека с важной функцией – задавать темп. Кто-то с ней справлялся, а у кого-то скорее получался ритм любимой песни. А гребцы под команду работали веслами. Две дистанции – 200 и 500 метров. Это всего минута и две с половиной самых напряженных минут. Золото ожидаемо вырвала команда «Алтай». Это воспитанники и выпускники спортшколы имени Костенко. Но и обладатели второго, третьего места – абсолютные любители – завершили гонку в плюсе. Победителю же это дает шанс выйти на всероссийский уровень. Первые три места получают право присвоить в Министерство спорта Алтайского края первый спортивный разряд. А для поездки на всероссийские соревнования именно нужно, чтобы спортсмены, участники были со спортивным разрядом. Вот это вот самое главное. Потому что в прошлом году хотели отправить команду, но этого не получилось, потому что не было спортивных разрядов. В этот же день состоялся чемпионат по гребле в честь столетия «Динамо». Команды футболистов «Динамо», хоккеистов «Динамо Алтай», сборная из чемпионов мира и Европы по разным видам спорта и представители краевых СМИ. В их составе и наша съемочная группа. В итоге журналисты нагребли на почетное третье место. Серебро взяли футболисты, а золото досталось сборной «Динамо». Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Все любят мягких плюшевых медвежат, однако мало кто знает, как их создают. Наша съемочная группа как раз побывала в гостях у одного мастера-теддиста, который занимается изготовлением таких мишек в технике тедди. О тонком и щепетильном процессе создания очаровательных игрушек смотрите далее в нашем сюжете. Эти милые создания запали в душу Вере Зиновьева несколько лет назад. Уже четвертый год она шьет мишек тедди. Я хотела сшить для себя медведя. И сшила первый раз его из обычной. Я купила в Леонардо ткань. Она вообще не предназначена для такой серьезной игрушки, как тедди. Эта ткань называется махер. Она бывает разных видов. Это бывает махер, бывает альпака. То, что нужен правильный материал, Вера поняла после обучения. Просто так игрушку не сделать. Ткань – первый этап, затем образ для нужных выкроек. Девочка или мальчик, ребенок или взрослый и пошив. Но даже ухо пришить непросто. Уши – это один из инструментов такого создать настроение медведю. Нет. Это чужие руки. Нет, это не из-за этого. Это она характер показывает. Выйти просто так. Теддист – это и стилист, и парикмахер, потому что там нужна будет стрижка, нужно будет бритье. То есть там все-все-все, и стрижка, и укладка тоже. На одного мишку уходит от двух дней до нескольких месяцев. Со своими Тедди мастерица недавно посетила Ночь музеев, а прошлым летом – Краевую выставку «Пространство вдохновения». Нескольких медведей Вера подарила Краевой детской библиотеке. Кеша и Стеша даже стали героями сюжета в комиксах этой библиотеки. Прямо по хэштегу «Кеша и Стеша» и каждую неделю у нас выходит новый комикс. Мишки Тедди от Веры Зиновьевой разлетаются по всей стране и даже улетают за границу. Отпускать их не тяжело, говорит мастер, ведь каждая из них, по ее словам, сам выбирает себе хозяина. Кстати, в этом году медведям Тедди исполняется 121 год. Анастасия Дороган, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok